17.00 по киевскому времени вы смотрите главные новости к этому часу с вами Елена Вознесенская здравствуйте очередной информационный фейк так спикер украинского парламента Андрей Порубий назвал заявление Министерства обороны России о том что ракета БУК который сбили Боинг-777 рейса MH17 на Донбассе имеет украинское происхождение по его словам на сегодняшний день часть информационного пространства Украины также является оккупированной фактически каждую неделю с российской стороны мы получаем потоки лжи задание которое в одном посеет сомнения для них важно черное называть белым вести нас в смятение поэтому для того чтобы не обращать внимание на эти фейки нам необходимо внимательно подойти к вопросу информационной безопасности особенно в год выборов по моему глубокому убеждению это один из ключевых вопросов независимое расследование объединенной группы экспертов доказала причастность России крушению Боинга малазийских авиалиний так ситуацию с MH17 прокомментировал госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гевин Уильямсон во время встречи с министром обороны Украины Степан Полторак отметил что Россия не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины им нужно обострить ситуацию они ищут любой способ и это очередная ложь насчет Бука я скажу только одно слово это неправда это ложь это политика Москвы процесс получения автокефалии украинской православной церкви начался об этом заявили экзархи вселенского патриархата архиепископ Даниил из США и епископ Иларион из Канады во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве экзархи хотят объединения для украинской церкви и готовы к диалогу со всеми православными церквями Порошенко в свою очередь сказал церковь должна быть отделена от государства в частности иностранного Украинцы сотни веков молились чтобы иметь свою поместную православную церковь и взгляды их были направлены к матери церкви в Константинополь Бог услышал наши молитвы и мы сообща в частности за эти три года прошли этот путь и сейчас мы можем говорить что мы на финишной прямой В этот раз мы приехали в Украину с чрезвычайной миссией представляем вселенского патриарха Варфоломея и одновременно священный сенот вселенской патриархии Константинопольской Чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом процесс по предоставлению автокефалии украинской православной церкви начался мы на финишной прямой Двух экзархов назначил в Киев вселенский патриархат и таким образом уполномочил представлять его и церковь при подготовке к предоставлению автокефалии украинской православной церкви Разорвать договор о дружбе между Украиной и Россией поручил президент Петр Порошенко Он подписал указ, которым вводят в действие соответствующие решения Совета нацбезопасности и обороны Об этом сообщается на сайте главы государства. До 30 сентября Россия будет проинформирована об этом нотой МИД А Петр Порошенко внесет в Верховную Раду соответствующий законопроект Также об этом решении уведомят все международные организации, включая ООН Полностью прекратить транзит газа через Украину. На такие действия пойдет Россия в случае строительства газопровода Северного потока-2 Об этом в ходе 7-го Евроатлантического форума заявил министр иностранных дел Павел Климкин По его словам, следующей целью России станет федерализация всей Украины Если России удастся построить Северный поток, и он не будет под европейскими правилами, на него не будет распространена соответствующая директива ЕС То Россия может полностью прекратить транзит газа через нашу территорию Будет это обычный терроризм или что-то более креативное, транзита через территорию Украины не будет Это вопрос даже не наполнения бюджета, это вопрос безопасности До 65 возросло количество погибших в результате тайфуна на Филиппинах Отменены сотни авиарейсов, сейчас стихия движется на север Китая Его скорость снижается и достигает 55 км в час Синоптики называют ураган сильнейшим в регионе за последние 5 лет Детали в сюжете Вадим Огринько Сорванные крыши, разбитые окна, затопленные улицы и дома Такие последствия оставил тайфун Мангхут в Юго-Восточной Азии Он прошел по Филиппинам, Гонконгу и продолжает двигаться по территории Китая Как сообщает общественное телерадиовещание Гонконга, циклон забрал в жизни 4-х человек 362 получили травмы, вода уже ушла с затопленных улиц, дороги, завалены обломками зданий и деревьями Ветер прошлой ночи был очень сильным на побережье, огромные волны Затопило электрощитовую и мы остались без света К утру электроснабжение удалось восстановить, но воды в доме нет до сих пор Тайфун Мангхут образовался в Тихом океане Самый мощный удар пришелся на Филиппины, скорость ветра там достигала 240 км в час Погибли 65 человек, больше всего в городе Итагон на севере страны Там произошел обвал шахты, 33 горняка погибли, 29 считаются пропавшими без вести Их ищут спасатели и военнослужащие Я надеюсь, что они в порядке, кто-то найдет их Но даже если они погибли, по крайней мере, мы сможем забрать их тела и похоронить Метеорологи считают Мангхут самым мощным тайфуном в регионе за последние пять лет Вадим Гринько, UATV Эфиопия и Эритрея подписали мирное соглашение после 20 лет войны за спорные приграничные территории Договор заключили главы государств в Саудовской Аравии при посредничестве Саудовского короля В соглашении говорится о завершении состояния войны, намерениях возобновить торговые, экономические и дипломатические связи, а также работать над миром и стабильностью в регионе Война на границе Эфиопии и Эритреи началась в 1998 году По разным данным, погибли от 80 до 100 тысяч человек В ООН соглашение о мире назвали историческим Подписание мирного соглашения между главами Эритреи и Эфиопии действительно является историческим событием Этот конфликт длился десятилетиями и имеет важное значение в мире, где, как мы видим, количество конфликтов только увеличивается Массовая авария на юге Польши, вблизи города Явожно, столкнулись 16 автомобилей Погиб один водитель, еще 18 человек травмированы Из-за ТТП дорогу полностью перекрыли Авария произошла под эстакадой из-за пожара По данным очевидцев, горел мусор и шины Дым мешал водителям рассмотреть дорогу и другие автомобили Полиция ищет виновных в поджоге Детеныша носорога впервые выпустили на публику в самом крупном зоопарке Израиля В центре сафари в Рамадгане 50-килограммовый малыш родился еще в середине августа Но все это время находился в закрытом вольере со своей мамой Имя маленькому носорогу смотрители зоопарка еще не выбрали Назовут после того, как он адаптируется к жизни в зоопарке и познакомится с собратьями Всего в центре сафари Рамадгана около трех сотен носорогов Актуальная информация на наших страницах в соцсетях А также на сайте канала uetv.ua Вы смотрели главные новости к этому часу С вами была Елена Вознесенская Оставайтесь с UETV Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова